Так, Ксения Аруджева, мастер психолог, мастер трансформационных игр из Петербурга, да? Ксения, расскажи, пожалуйста, о своих уникальных играх, об уникальных трансформациях, которые происходят с людьми и вообще об этом, обо всем, о чудесах психологии. Меня зовут Ксения Аруджева, я ведущая автор трансформационных игр. У меня сейчас уже около 20 своих трансформационных игр, 14 в них я создала сама и вот 6 мы с Еленой Контальцевой с авторством. И я единственный игропрактик сейчас в России к таким количествам игр. Единственный игропрактик в России с 20 играми, вау! И на данный момент я провожу свою информационную игру, которая называется «Принятие или дорога домой». «Принятие или дорога домой» – это игра о взаимодействии с высшими силами, с ангелами-хранителями, с архангелами. И на этой игре человек получает двойную пользу. То есть он получает не только ответы на свои вопросы, но также он получает инструмент, который может использоваться в любом месте. И с этого момента он начинает общаться с высшими силами, если раньше с ним не общался. Ну, кто это делает уже, то он да. И когда я когда-то сама обучалась на этом, и когда я обучилась, я поняла, что этому обучаться не нужно. Просто потому что не нужно знать никаких молитв, не нужно быть в каком-то конкретном месте, да, чтобы общаться с высшими силами. Надо просто знать буквально несколько правил, которые будут помогать, да, и соединять тебя с этим всем. Потому что это доступно каждому человеку с момента его рождения, как некое благо, которое для оно. И это очень легкая игра. То есть есть игры, да, у меня в том числе, в которые все-таки мы делаем упражнения, работаем с этим достаточно активно. И там нельзя просто сидеть, побыть в этих энергиях, да, и получить удовольствие, ну, в таком плане. Но здесь игра, в которой можно и получить удовольствие, и получить знания, унести с собой инструмент, и в то же время получить ответы на вопросы, и побыть вот в этом состоянии. И здесь уже на игре ощутить вот этот кайф от общения, да, с высшими силами. И вторую игру, которую мы ведем с авторствием Слены Кондратьевой, это будет игра «Скажи, страху, да». То есть там мы уже изучаем свои страхи, мы в них погружаемся, да, у нас там есть разведка, погружение, исследование. Вот, и будем выходить из игры бесстрашными, что ли, без страха, так сказать. Победителями. Да, ну, конечно, в процессе игры понятно, что такого не бывает, что бац, и ты зашел такой трусливенький, и вышел такой хохо смелый. Не совсем так, то есть, но какой-то один страшок, да, мы выявим, вытащим, так сказать, проработаем, и просто припримем его. Потому что это не про то, чтобы бороться со страхами, да, и прям выкидывать их, а про то, чтобы знакомиться с ними, и принимать их, да, и быть в этом, вот. И, собственно говоря, брать оттуда ресурс. Какие правила общения вот с ангелами? Ну, во-первых, можно просить только для себя, хотя, например, Архангела Рафаила можно просить о выселении других, и Михаила о защите тоже других. Во-вторых, можно просить только во благо себе и другим, то есть, соответственно, не во вред. И, в-третьих, нужна обратная связь, и обратная связь – это добрые дела. То есть, это либо благотворительность, либо помощь, и с открытым сердцем. То есть, если ангел тебе помог, то ты должен помочь человеку другому, да? Ну, тут нет такого, что кто-то кому-то должен, да, но это, когда вообще человек начинает с этим общаться, то это идёт само собой. Если в обычной жизни, может быть, мы не видим, когда мы кого-то обидели, да, или, ну, например, кому-то, может быть, неподъездно, просто нужно наше объятие, да, или прикосновение, то, когда мы начинаем с этим соприкасаться, у нас обостряются эти чувства, мы пусть начинаем это видеть, и, как бы, оказывается, ну, нести благо не только себе, но также и окружающим. Прекрасно. Благодарю.